ну вот и это до боли нам знакомые стелла ноябрьск 1975 год так это уже третий мостик третий мостик но он тоже свободная без реверса здесь вот делают более более короткий мостик всего лишь из двух секций а чё там вот нельзя было тоже из двух сделать пусть немножко берега поближе сделано или там поток воды больше идет это я так с экономической точки зрения так 3 мост и он не последний едем дальше ура дождались зелененький нам загорелся но я думаю что здесь тоже немаленький участок то с километров с лишним нам точно перекрыли да и всего лишь из-за каких-то маленьких мостиков кстати наверно дорогу то здесь ближайшее время по крайней мере не собирается расширять наверное раз мост такой ставит по две полосы то по месяц на нем а больше то наверно вряд ли так чё это у нас получается 7 до 7 реверс шестой мост ну что ж это наверное уже заключительный хотя я честно говоря не помню сколько здесь их всего-то я думаю что к следующему приезду здесь наверно уже все запустят есть вопрос когда это будет следующий приезд но мы не будем ждать когда он будет мы будем пользоваться тем что есть так сейчас главная задача приехать без опозданий разгрузиться немножко отдохнуть был седьмой теперь у нас еще восьмой мост впереди а этот вот наверное будет заключитель до большой участок наверно километр два вижу до следующего светофора до похоже два километра отгородили размах грандиозный просто да речушка то маленькая но бурная и мостик а мостик солидный ну для так скажем для региональных дорог нормально только что съезда то не сделали по нормальному прокладочки по бокам дороги делают чтобы водой не разнувало 100 километров в час ну это я думаю заключительный внимание камера смотрит в спину начало контроля средней скорости ограничение скорости 90 км в час ну все впереди наш город ждем с нетерпением ну что друзья вот мы и въезжаем точнее уже въехали наверно потому что уже дома то особенно с левой стороны же появляются справа это у нас тут где-то железная дорога идет за лесом а здесь у нас всяких сервисов мясо на углях магазины чего только нет и автомоечка ниш торговый мега так и мы пойдем прямо мы пойдем прямо в город что мы и делаем и как раз полюбуемся чем нас встречает город блин уже три месяца не был здесь примерно так развлекательный центр мы видели здесь вот какой-то идет грандиозный строительство плит навезли и уже шахта укладывает наверно через 600 метров держитесь правее на магистральную улицу через 600 метров да но сейчас как раз вон их ведь и 600 метров впереди вижу так прошлый раз мы ходили гулять с вами в парк в этот раз надо будет выбрать немножко другой маршрут но для того чтобы выбрать маршрут надо немножко отдохнуть чтобы отдохнуть надо выгрузиться то видите какая цепочка складывается ладник сейчас доедем уже совсем немножко осталось к тому же уже звонили уже ждут приезжайте на вас сразу сразу выгрузим заждались автомойки сервисы так правее держитесь правее будем под мост прямо два километра так а потом мы наверно да сейчас под мостом проедем и через два километра мы должны свернуть налево так едем дальше видим справа железную дорогу проехали уже целый гаражный код кооператив так а тут нам нужно доступить дорожку да там вроде бы давай придержим придержим и на второстепенной да небольшая колечка на этом перекрестке но это ни о чем так вот наверное сейчас будет сворота честно говоря можно и прямо проехать а можно и здесь повернуть что-то молчит мой сусанин будем поворачивать нет нет дальше едем дальше едем дальше значит так что у нас тут ниссанчик маршрут перестроен поверните налево маршрут перестроен и куда я тут поверну нет вот здесь сейчас повернем налево да вот автовокзал у нас как раз справа а за ним наверно там и железная дорога недалеко поверните налево а затем поверните налево на магистральную улицу так повернем налево давай поворачиваем налево все равно здесь все дороги ведут в рим а мы здесь как раз и оттуда и выезжали маршрут перестроен главное что еще через 300 метров на светофоре поверните направо на советскую улицу вот и хорошо теперь хоть какая-то ясность а то перестраивали перестраивали маршруты маршрут перестроен поверните на право дружок ты у меня потерялся какое право здесь через 200 метров поверните направо на советскую улицу через 200 метров понятно прямо один километр пятьсот метров все я с тобой не дружусь я сейчас поеду по памяти так стрелочка направо горит только чтобы уступить еще дорожку ступать некому поехали так маршрут перестроен будем вспоминать по моему здесь я ходил по эту улицу да 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 точно вот эту гостиницу я помню а за ней там чуть дальше ниже спуститься как раз этот парк поверните направо аляска бассейн помню да тоже было домики вот эти красивые необычные формы так дети на пешеходном это святое пожалуйста please да вот эти домики он тогда показывал такой формы интересны и под старину и плюс еще какими-то ромбиками сделаны балкончики над балконом еще один балкон как они тут держатся эти дома собачка не выходи на дорогу так слева у нас эльдорадо торговый центр а нам прямо нам прямо потому что я почему помню потому что вот эти домики это вот восьмой микрорайон по моему из памяти не изменяет построены сейчас как раз на этом светофоре мы не повернем нет наверно на следующем на следующем через 300 метров поверните налево на улице цоя разукрасили как домики-то молодцы сразу прям такое весеннее настроение не осеннее а весеннее так все наш левый поворот да можно будет здесь вот по восьмому микрорайону прогуляться поверните налево очень хорошо а там уже вот дальше лес начинает стопом походу уже листок по лесу погулять прямо один километр квартал торговый центр домики а вот эти тоже уже вам показывал такие они старенькие панель очки а справа у нас сейчас справа у нас нет ничего пока у нас тут лес дикий дикий лес парк у нас да у нас там вот парк с левой стороны будет далеко нет как раз сейчас мимо принципе будем проезжать да это улица цоя прям по этой улице мы как раз сейчас с вами клиенте и попадаем да филиал хоккейной академии так светофорчик красный авангард да для детей здесь сделали много всяких спортивных заведений это я узнавал в прошлый раз у местных жителей вот в общем заботится город о том чтобы молодежь отсюда не уезжала чтобы им тут было интересно ну что ж зеленый огонек и мы уже практически на месте каких-то 300 метров так вспомнить с какой астана через двести метров поверните направо во двор а затем поверните налево а я по моему с той стороны заезжал не с этой да по крайней мере выезжал я точно с той стороны поверните направо во двор а затем поверните налево давайте повернем направо все таки потому что надо посмотреть с какой страны у них заезд я вроде здесь подъезжал но у них ворота были через 100 метров поверните направо ворота были тут закрыты у них в прошлый раз маршрут перестроен вообще по идее должны быть с этой стороны ворота выездные а с другой выездные нет так же так же завалены они палетами значит надо с той стороны поверните налево а затем через 50 метров поверните направо значит заедем с той стороны поверните направо а затем поверните налево так ну что ребятки сейчас я уже здесь определюсь здесь проедем